книга открытым оком том 16 тема политика вопрос 3055 неужели ничего нельзя было сделать в помощь сербии они же наши братья по вере отвечает игнатий тихонович лапкин им уже сделали комитет 300 в кавычках поставил задачу наказать непокоривых в глазах всех мусульман и христиан слободан милошевич обречен был в тот же день на радость мусульман все остальное только вопрос времени гаагская тюрьма стала для него последним убежищем от фанатиков киллеров помочь можно было но помощь он не принял ему нужно было раскаяться перед богом за все злодеяния совершенные им и достойно принять возмездие он же трепыхался до последнего часа пока не был позорно предан своими же как пугачев чтобы все было на равных вскоре саддам хусейн был принесен в жертву уже на радость православным отправлен в тюрьму все идет по протоколам сионских мудрецов в кавычках сербия промасонина оголтелым экуменизмом их патриарха павла в чем помочь им храмы сохранять они уже может давно и не нужны та же картина была и во время октябрьского переворота в россии бог смел в одну клоаку монастыри всех попов и архиереев и наступила эра свободной проповеди в гулаге слово божие живое и чистое яростно преследовали в царской россии и царь был главной опорой православия которая душила свободную мысль во христе наступил час возмездия и теперь будут давиться канонизациями так ничего не поняв как им помочь мы пытаемся и видим только бешеную травлю живой проповеди евангелия мы же не сектанты а прямо говорим о христе и попы приходят в бешенство лгут поносят готовы истребить нас выдумали про каноническую территорию что де им все это принадлежит как они в кабинетах епархии решили если это их вотчина то они и должны отвечать за все что творится здесь а в таком случае вообще ни один поп ни один архиерей не спасется и даже намека на их спасение нет потому что если их епархия им верено они ничего в ней не делают то они должны нести ответственность за все что творят безумцы не милошевич не царь николай не были бы приняты в нашу православную общину по весьма веским причинам они были они были бы оба даже и не оглашенными как должно один табакур а другому коммунисты друзья книга оси 6 с 5 по 7 стихи цитата посему я поражал через пророков и белых словами уст моих и суд мой как восходящий свет ибо я милости хочу они жертвы и боговедение более нежели все сожжений они же подобно адаму нарушили завет и там изменили мне книга исаи 1 5 цитата во что вас бить еще продолжающие свои упорства вся голова в язвах и все сердце исчахло иакова 4 3 цитата просите и не получаете потому что просите не на добро а чтобы утребить употребить для ваших вожделений потери друга или же болезнь когда походка близко не маячит теперь и неприятелю пролезь намного легче дома и на даче уметь бы оценить тепло друзей пока общение наше повсеместно на храпом недругом не запросто борзеть мой друг за друга размахнувшись треснет а так не оголила фронт и стыла я дружбой с другом плотно заслонялся но чуть его дыхание остыло и лезут оголтела через прясло все все взахалось во мне вторые сутки мой милый ревностный товарищ не звонил не слышу тишина крадется жутко за невнимательность к друзьям меня казнить там радовались близкому успеху и горевали при пожаре страшном меня подбадривали лаской добрым смехом как жаль сегодня издали не машет исполнится давид с ионафаном прощальных слез поток у псалмопевца час расставания не чаял что настанет с любовью женскую сравнить даже не к месту мой друг второй я по златоусту мы спинами друг к другу при сражении сегодня даже в храме будто пусто и оказалась не готов к той жертве господь пока не поздно возврати мне из долины смертной половину твой замысел велик не вопреки в моей молитве быть бы не повинном не о предательстве толкую о болезни бациллах вирусах проникших в организм сердечном приступе о немощах что влезли нам душу возвышая тело давит вниз 18 марта 2006 год игнатий тихонович лапкин